Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова и я попрошу вас подписать петицию. Ссылка под этим роликом на моем канале. Мой канал на ютубе Полина Жеребцова «Мирный воин». Сама я эту петицию «Мир в Украине нет войне» увидела совершенно случайно в фейсбуке. У меня там одна единственная моя анкета и в ленте много ссылок от хороших людей. Я увидела ссылку на данную петицию у депутата Бориса Вишневского, у Алисы Ганиевой, писательницы и у других. И я подписала на общих основаниях среди тысяч людей. Потом я заметила, что моя подпись оказалась вверху вместе с другими подписавшими, видимо, теми, кто в самом начале принял решение подписать эту петицию. Наверное, вы подумаете, что это очень наивно, либо это не нужно, либо это не поможет. Я сама большой скептик. Я очень большой скептик. Но я считаю, что как бы наивно это ни звучало, никто не скажет, что мы не пытались. Всё равно делайте, что должно. И в помощь вам мусульманская притча о маленьком муравье, который нёс каплю воды, когда решили сжечь одного из пророков. Люди и звери в ужасе разбежались. И когда могучий орёл спросил у муравья, что же ты делаешь, неужели капля воды хоть чем-то поможет, то муравей ответил, что он делает то, что может сделать. И это будет оправданием перед Всевышним, когда он перед ним предстанет. Это такая притча, в общем-то, как раз о том, о чём я вам и говорю. Я немного забросила свой канал и очень редко бываю на Ютубе, но вы подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно найдите меня в Фейсбуке, там я бываю гораздо чаще. И я надеюсь, что к лету мой канал на Ютубе оживёт и планирую проводить стримы. Посмотрим, конечно, как это будет возможно по здоровью и по семейным обстоятельствам. Но я думаю, что пора, потому что очень много лжи запущено по второй чеченской, по первой чеченской, вообще по чеченским войнам, а я там была 10 лет. И хотела бы прояснить очень многие события, которые там происходили. Надо сказать, что несколько лет назад мне приснился сон. И во сне мне сказали, что война в Украине будет гораздо страшнее, чем в Чечне. Я подумала тогда, что это обычный сон, просто мои переживания. По поводу знакомых, друзей, которые живут в Украине. И, собственно, все последующие года так это и было. Есть такой писатель Борис Минаев, он даже размещал этот мой сон из Фейсбука, где я сделала данную запись у себя на странице и говорил, что вот смотрите, это автор чеченского дневника пишет. Но мне было даже неловко и неудобно, потому что я подумала, что это от моих переживаний. И пусть так и будет. Пусть это будет не пророческий сон, пусть это никогда не сбудется. Это было много лет назад. Сейчас мои знакомые, которые живут в Украине, это мирные люди, абсолютно мирные, не имеющие никакого отношения к военным. У них свое хозяйство, свой дом. Они сообщили сегодня о том, что была провокация, что со стороны России стянуты войска, что это правда, и что обстрелы были по жилым домам, по детским садам, по школам, по больницам. А в это же самое время российское телевидение рассказывает, что это провокация со стороны Украины. Мои же знакомые уверяют, что это опять отзеркаливание, и на самом деле все было иначе. Поскольку я сама нахожусь в Финляндии, то я просто наблюдатель, наблюдаю за этой ситуацией, очень сочувствую людям и призываю всех, кто может пойти по ссылке и выступить, и сказать, не знаю, повлияет ли это хоть на что-то, но по крайней мере сделайте то, что вы можете. Всех благ, и с вами была Полина Жеребцова.